Всем привет, с вами Мистерием. Чеченские тейпы, сколько из них считаются чистыми? Точного времени того, когда в чеченском обществе начала формироваться тейповая система, сегодня уже невозможно установить. Однако известно, что к середине 18 века чеченцы-нахчи с присоединением к ним ингуши сложились как этнос. До этого времени уже произошло формирование особого рода родовых военно-экономических союзов тейпов. Как гласит легенда, у клетков чеченцев был бронзовый котел, на котором были выгравированы названия изначально 20 тейпов. И те же, кто не входил в эти тейпы, расплавили этот котел. Практически все чеченские тейпы объединены в более крупное образование тукхумы. В середине 19 века 135 чеченских тейпов были уже объединены в 9 тукхумов. Сегодня тейпов больше, они делятся на горные около 100 и равнинные около 70. Внутри себя тейпы также делятся на гары, ветви и некие фамилии. В голове каждого тейпа стоит совет старешин, который формируется из наиболее уважаемых и опытных чеченцев-представителей тейпа. Также у каждого тейпа есть свой военачальник, называемый Бячем. Названия чеченских тейпов могли образоваться как от местности, где проживал народ, так и дел, которыми в нем преимущественно занимались. К примерам первого слова образования можно отнести название тейпов «Храчой пещера» или «Шарой ледник». К второму типу слова образования можно отнести, например, тейп «Пешхой», «Печники и Хой», «Стражники» или «Дешние», «Золотых дел мастера». Существует также условное деление тейпов на чистые и смешанные. Чистые чеченские тейпы называются «Ногчмахой». Они формировались из одних чеченцев. Смешанные тейпы, что можно понять по названию, формировались не только из чеченцев. В них оказывались и другие крови. Тейп «Гуной», например, имеет родство с тюркскими казаками. Тейп «Храчой» с шеркесами. Тейп «Дзумсой» с грузинами. Тейп «Арсалой» с русскими. Тейп — это родовой союз, и именно здесь происходит формирование личности. Нравственные постулаты тейпов также называются началами. Всего их 23. Мы назовем только первые 10. Первое начало — это единство и незыблемость тейповых обычаев для каждого из членов тейпа, а также его родственников. Второе начало предполагает право на общенное землевладение. Третье начало — кровное место убийства представителя своего тейпа. Четвертое начало — это запрет брака между членами одного тейпа. Пятое начало — подразумевает любую помощь представителю своего тейпа в случае необходимости. Шестое начало — в случае смерти одного из членов тейпа объявляется в травмах. В течение определенного периода запрещено участие в праздниках и усилительных мероприятиях. Седьмое начало — решающую роль в управлении тейпом играет царь Савешин. Восьмое начало — выбор руководителя тейпа или военачальника производится не по наследственному признаку. Девятое правило — представительский орган тейпа Совет Старейшин. Тейпа Нанхел. Десятое начало — подразумевает то, что Совет Старейшин формируется из самых мудрых и уважаемых людей пожилого возраста без возрастного ценза. Формально должность члена Совет Старейшин была пожизненной, но бывали и случаи смещения представителей со своей должности. Как мы уже сказали, третьим началом тейповой системы Чечни является кровная месть — по-чеченски Чир, за любого представителя своего рода. Этот обычай в военахском обществе имеет глубокие корни. Историк Лаудаев писал, что в случае убийства целая фамилия или тейпа бежала в иное место жительства. Кровь ци переходила из рода в род. Первоначально кровь распространялась на всю фамилию. С умножением фамильных членов кровь переходила на гар, а в позднейшее время — на одно семейство. После убийства представитель тейпа собрался сайт Старейшин. На нем принималось решение об отомщении. Тейп-убийца также собрал свой совет, который искал способы перемирения с тейпом погибшего. Если тейпы не приходили к согласованному решению вопроса, тогда собрался совет из представителей нейтральных тейпов, на котором вырабатывались условия перемирия. Если пострадавшая сторона отказывалась от перемирия, то на ее совете решалось, на кого именно будет распространяться кровная месть. Убийство кровника должно было осуществляться холодным или огнестрельным оружием. При этом строго запрещается совершать его со спины без предупреждения. Также запрещается убивать кровника в месяц Рамзан и в дни праздников в любом месте или у кого-то в гостях.